На календаре 3 мая. Ровно 105 лет назад, 3 мая 1913 года, газета «Волжское слово» сообщила читателям о последствиях холодного циклона, который пронесся над Самарой и ее окрестностями. В садах и на улицах ветер поломал много деревьев, снега выпало около трех вершков, температура воздуха упала ниже нуля, пароходы прибыли в главный город губернии с большим опозданием. Морозы повредили всходы яровых и цветы плодовых деревьев. А на перегоне Самара-Безенчук циклоном повалило все телеграфные столбы, писала газета. Сегодня отмечаются Всемирный день свободы печати и Всемирный день солнца. А в России и в некоторых странах постсоветского пространства 3 мая – это еще и профессиональный праздник кондитеров. В третий день последнего весеннего месяца в разные годы появились на свет русский церковный и государственный деятель Сергий Радонежский. Любимая многими актриса театра и кино Наталья Андрейченко. Писательница, публицист и телеведущая Татьяна Толстая. Популярный актер театра и кино Данила Козловский и другие известные личности. В народном календаре сегодняшний день получил название «Окликание предков». На Руси в это время было принято посещать кладбище и накрывать сытный обеденный стол. Люди верили, что именно в этот день покойники скорбят о своей земной жизни и желают увидеть родных. А вот ловить рыбу 3 мая считалось грехом. Возможно, потому, что в это время многие речные виды рыб обычно мечут икру. Этими и многими другими памятными событиями вошел в историю третий день последнего весеннего месяца. Будьте здоровы и счастливы!